Привет всем! Смотрите, папа-кот колотит скворечник. Тяп-ляп! Давайте слепим его из пластилина. У нас есть вот такие классные коробочки Брауберг Академия. Из этих ярких цветов любая фигурка получится красивой. Начнем с оранжевой головы. Ну и не забываем мочить руки в воде. Все семейство котов рыжего цвета. И папа-кот не стал исключением. Кстати, пластилин отлично разминается. Тут не нужно иметь мускулистые пальцы. Для начала скатаем шарик. О, смотрите, даже руки не запачкались. Отлично! Шарик не обязательно делать ровным. Все равно его потом надо расплющить в широкий блин. Вот как-то так. Фигурка у нас будет довольно-таки большой. Поэтому для заполнения крупных деталей воспользуемся фольгой. Иначе тоненькие ножки кота просто не смогут выдержать его веса. Все мы помним, что он очень любит поесть. Итак, всего понадобилось 3 листа фольги. Завернем наш наполнитель в оранжевую лепешку. Пластилин очень эластичный, поэтому он легко распределяется по шарику. Пока получается какая-то бугристая картошка. Тут придется постараться и избавиться от всех этих бугров. Покатать шарик в ладонях и разгладить все неровности. Появился красивый блеск, значит деталь готова. Будем делать туловище кота. Синий пластилин у Брауберга очень красивый. Но папа кот работает в офисе и не может себе позволить такие яркие цвета. Придется немного разбавить его черным. Разминать пластилин очень приятное занятие. Работает как антистресс. Получился вот такой цвет. Этот шарик тоже превратим в широкий тонкий блин. И подготовим наполнитель из фольги для туловища. Нужно сформировать фигуру, похожую на пенек. На этот раз понадобится еще больше листов. Штук 5 будет достаточно. Операция прошла успешно. Завернем наш блестящий пенек в синюю оболочку. Кажется, столько пластилина на туловище не хватит. Придется намешать еще немного. Эх, Котя, Котя, разве можно есть столько сладкого? Друзья, кстати, как вы думаете, Котя это настоящее имя нашего героя? Или просто ласковое обращение от мамы кошки? А тем временем темно-синий пенек готов. Примерим голову. Нет, так не пойдет. Нужно немного закруглить верх туловища. Сделать небольшую ямку для головы. Примерно так. Вот, теперь все отлично сходится. Можно скреплять эти две части. А поможет нам кусочек толстой проволоки. Проковыряем дырки. И можно соединять. Смотрите, как красиво блестит пластилин после разглаживания. Подделка будет выглядеть, как настоящая игрушка. Строгую рубашку Кота дополняет шляпа в классическом стиле. Она делается очень просто. Эту овальную деталь нужно приплюснуть с одной стороны. А закругленную сторону разрезать по центру стекой, чтобы образовались как бы два бугорка. К слову, стека очень классная. Пожалуй, такая форма самая удобная из всех, что бывает. Верхушка шляпы готова. Осталось смастерить ее поля. Это вот такая небольшая лепешка. Разместим верх шляпы по ее центру. Не хватает одной мелочи – ленты. По цвету она темнее, чем сама шляпа. Поэтому к нашему синему добавим черного. А дальше дело техники. Скатаем тонкий жгутик и сплющим его в полоску. К слову, о мелких деталях. Классический пластилин лучше всего подходит для их лепки. К тому же он в меру мягкий и к рукам не липнет. И да, кстати, этот пластилин вообще не пахнет. Не то, что в нашем детстве. Теперь шляпа полностью готова. Поставим ее на место. Может показаться, что она маловато папе коту. Но на самом деле она отлично помещается между его ушей. Которые мы сейчас и будем делать. Уши имеют очень простую форму. Это два оранжевых треугольника. Вот, примерим. Кончики ушей должны быть острыми. Понадобятся два таких уха. Ненадолго снимем шляпу. И стекой сгладим все швы. С таким эластичным пластилином это очень просто сделать. Да, если вам интересно, найти этот пластилин можно в магазинах Офис Мак, на маркетплейсах, ну или в канцелярских магазинах вашего города. Мы заказывали на Вайлберис. Подробности в описании. Уши еще не полностью готовы. В серединке оранжевых треугольников помещаются бежевые. Чуть меньше по размеру. Их вырежем с тонкой бежевой лепешки. Фигурка скоро совсем станет похожа на нашего героя. Вернем шляпу на место и продолжим лепку. Друзья, поставьте лайк, если вам тоже нравится лепить из пластилина. Кстати, для тех, кто любит лепить всегда и везде, вот такую маленькую пачку очень удобно брать с собой. А нам нужен белый пластилин, чтобы сделать глаза кота. Глазки у него очень маленькие. Поэтому таких крохотных кружочков будет достаточно. Ну и не забудем про черные зрачки. Нос у кота тоже будет черного цвета. Но он, в отличие от глаз, очень большой. Вот такой овал чуть ли не в четверть лица. Глаза и нос на месте. Идем дальше. У всех котиков в этом семействе есть общая черта. По три коричневые полоски на каждой щеке. Тут все просто. Скатаем тонкую колбаску и сплющим ее. Верхняя и нижняя полоски должны быть чуть короче средней. Друзья, пока смотрите видео, напишите, что интересного вы знаете о папе-коте. Мы читаем все ваши комментарии. Готово! Полоски прилепили. На очереди самое важное – усы. Они представляют из себя черные ниточки. Есть два варианта. Либо просто катаем длинный тонкий жгутик, режем его на три части и прилепляем усы на место. Либо можно постараться и встроить внутрь каждого уса тонкую проволоку. У всех наших котов, которых мы лепили раньше, усы без проволоки. И, честно сказать, они очень легко мнутся и иногда отваливаются. Конечно, второй вариант чуть сложнее в исполнении. Но зато усы всегда останутся прямыми и будут крепко держаться на своих местах. Еще один тонкий жгутик черного цвета нам нужен, чтобы изобразить улыбку кота. Тут, конечно же, можно обойтись без всякой проволоки. Смотрите, каким радостным сразу стал наш герой. А сейчас доведем до ума рубашку кота. Подготовим темно-синюю полоску. Это будущий воротник. Разместим его вот здесь. Заодно он поможет скрыть стык головы и туловища. Но спереди не забудьте оставить немного места для галстука. Его-то и будем сейчас мастерить. Он состоит из фиолетовых полосок двух разных оттенков. Разложим их на доске вот так наискосок, чередуя друг за другом. Ну и осталось только вырезать форму галстука. Уберем весь лишний пластилин. Сделаем узел в виде трапеции и прилепим галстук на место. Только смотрите, чтобы он не развалился на кусочки. Красота! Пора лепить лапы. Скатаем вот такую темно-синюю колбаску. Один ее конец слегка приплющим. Это будет рукав рубашки. Чтобы смастерить ладонь, нам понадобятся четыре маленькие продолговатые детальки. Можно прилеплять ладонь к рукаву. Класс! Сделаем две такие руки. Чтобы еще немного помочь тоненьким ножкам удержать большого кота, снова воспользуемся проволокой. На нее, как на каркас, наденем все детали. Фиолетовую штанину и две коричневые части ног, которые из-под нее торчат. Друзья, напишите, вы когда-нибудь применяли на деле всякие такие лайфхаки в лепке из пластилина? С проволокой там или с фольгой? Ноги готовы! Осталась самая последняя часть кота. Его полосатый хвост. Сначала скатаем сам хвостик. Он довольно-таки большого размера. Для поддержки вставим кусочек проволоки. А теперь пора прилеплять коричневые полоски. Всего их будет 4 штуки. Ура! Осталось только расставить ноги и хвост по местам. Но предварительно проковыряем дырки для проволоки. Класс! Папа-кот готов! Ему пора отправляться по своим делам. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Напишите в комментариях, кого будем лепить в следующий раз. А если вас заинтересовал наш классный пластилин, узнать о нем подробнее можно в описании. Всем пока!